Привет, дорогие друзья и гости моего канала Цветочный Сад у Аленушки. В сегодняшнем видео хочу вам показать, что я хочу привести в порядок, какая раритетная мебель у меня появилась, что я буду в дальнейшем, чем она мне послужит. Об этом я сегодня вам расскажу и покажу, в каком у нас состоянии сейчас находится. Для меня это ценная раритетная мебель, комод в ящике, потому что это сделано из дерева. Дело это мой прадед, ручная работа, этажерка, лукошечка привезла и чемоданы. Я думаю, если вы подписаны на мой канал, видели мои видео «Один день жизни в деревне», я вам показывала, что была в доме, где жили мои дедушка с бабушкой. Сейчас этот дом не пригоден к жилью, но некоторые раритетные вещи, как мебель вот такая, остались в этом доме. Но чтобы послужило это мне памятью, так как, чтобы восстановить этот дом, я думаю, каждый меня поймет, у нас нет ни возможностей, ни финансов. У нас свои семьи, свои дома в состоянии только как бы облагородить только свой участок. Поэтому дом находится, большой дом, но в таком ненадлежащем виде, чтобы заходить и жить. Там надо вложить и силы, и финансы. Место хорошее, рядом речка. Место очень замечательное. Кто, может быть, пожелает приобрести, купить, регион Курская область, дом отдадим место за место, очень и очень дешево, чтобы как бы осталась память, может быть, кому-то и нужно место под строительство или под реставрацию этого дома. Я думаю, есть такие люди, которые бы из города даже приехали в деревню, купили старенький бы домик и жили, не тужили. Поэтому обращайтесь, пишите в комментариях. Можно будет связаться со мной и по телефону, и в соцсетях я могу выложить фото поподробнее, показать, в каком состоянии что находится, какой уголок дома. Но сегодня я буду реставрировать. Вот как реставрировать я буду? Я буду вымывать полностью, потому что, сами понимаете, вот в таком состоянии находится все это в грязном виде. Уже краска, потому что много лет уже краска не такая, буду вымывать, просушивать, и комод буду покрывать лаком. В дальнейшем он мне послужит не для того, чтобы складывать туда вещи. Сейчас он находится, лежит на боку, потому что дно вот здесь, да, чтобы мыть получше. А так, когда он развернется, эти ящички послужат у меня емкостью для посадки петуньи, чтобы получился красивый водопад. Видела в интернете, как вот такие в комоды высаживают петуньи, и получается очень-очень даже красиво. То есть ящик нижний вытаскивается полностью, следующий вытаскивается не целиком, и так ящики мы вытаскиваем, чтобы образовались как бы порожечки. И в эти ящики мы будем насыпать грунт, и когда будем высаживать петунью, ярус именно получится здесь поближе, там подальше и так далее, да, и наверх поставить, допустим, горшочки, то она будет свисать у нас до пола, и получится красивый, очень такой образующий водопад из петуньи. Поэтому для меня это я взяла на забедку в интернете. Знаю, что у меня есть вот такой вот старого образца комод, но мне все равно хочется привести его в надлежащий вид, покрыть лаком, чтобы он смотрелся даже при посадке петуньи, тоже красиво. И ящички все я буду вымывать, и покрывать буду лаком. Этажирку тоже я хочу привести в надлежащий вид, я хочу ее покрасить, она тоже мне послужит, так как здесь расстояние на полочках хорошее, она тоже может послужить для выращивания различных горшечных культур. Буду ставить горшочки, и будет красиво даже и смотреться. Этажирка послужит тоже для меня хорошим цветочным уголком. Для этого я ее и забрала. Лукошечка тоже можно будет посадить цветочек, а чемоданчики просто для памяти. Вот в таком, друзья, небольшом видео показала, чем я сегодня занимаюсь. Буду делать надлежащий вид в мебели, которая находится сейчас в таком не в хорошем состоянии, для того, чтобы она послужила меня в дальнейшем красотой на моем приусадебном участке. Понравилось видео? Не забудьте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи и всего самого хорошего. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok